Ну как бы, так, не хочется мне в это играть, ну честно говоря, как бы, мне достало уже это, фигня, тупой сейв, писет, вообще не хочу эту игру, ну так, откровенно говоря, ну, ладно, пока, просто, не буду глубоко додуматься, чтобы на автомате допустил формлю, привет, будь славка, я для меня. Может быть пройдется сегодня сейв, ну по закону жанра сегодня должен сейв пройтись. Не может же быть два стрима без прогресса, правильно? Ну, так, конечно, может быть, может стрим еще рано прервется, по какой-нибудь причине. Малогероятно, но всякое может быть. Привет, Расти. Он, я бы не сказал, что там приятный и веселый босс, он интересный, в принципе, и, как бы, эпичный, визуально он здорово выглядит. Ну, я бы не сказал, что он приятный и веселый. Нет. Как-то, совсем не то определение. Ну, как бы, это же эмоции от побождения. Ну, на финальном боссе я примерно до часов пять тебе отвожу, ну, ожидаемое время прохождения. Все-таки босс очень сложный, а я в него не играл с момента, как прошел. Ну, только изи-мод. Но в изи-моде, там, на финальной паде, паттерн синий-красный другой совершенно. Так что, может, наоборот только путать будет. Да почему я не могу допрыгнуть? Ну, у меня слишком было мало времени. Да почему я не могу допрыгнуть? Да почему я не могу допрыгнуть. У меня нет. Я не могу допрыгнуть. Возьмите. Я не могу допрыгнуть. Так вот, если узнал, если узнал, что наборка, ну, я вроде сразу узнал, привет, ник, привет, други. Что-то там Гоги сгорел. Ну, я, кстати, не знаю, какая лучшая строта, Редар вроде бы в угол наводит, но я не уверен. Застроим. Так в угол, мне кажется, это не лучшая строта. Ну, то есть она лучшая только из-за того, что ты, как бы, сто процентов паттерна тебя, то есть ты прям четкая позиция, потому что, ну, в угол ты легко можешь встать. Но мне кажется, что есть позиции получше. Это почему? Ну, по боссу, я думаю, мы еще поговорим. Это я дойду. Если я дойду. Пока что здесь вот это препятствие уродливое. Впп, конец. Ну, не сегодня. На просторном сферме. Я слишком маленький тоже акцент сделал. то есть я вот где-то вот отсюда да я маленький сделал и не запрыгнулся на ну а только что была лучшая попытка за сегодня и попытка запрыгнуть на первый как проживут но это так себе попытка даже за хорошую не считают ну вот такие смертей точно не надо для меня наверно хорошая попытка это когда я попытался встать на ледж ну именно реально попытался то есть как бы сам г прыжок я сделал но допустим умер при попытке обшить этой попытки стать на ледж ну либо не умер там туда тем более да куда это хорошее а если я именно сам г прыжок не сделал в принципе без попытки на саму леджа открою это не считаю хороший привет приветствую ну в первую очередь я так питаю именно из-за того что очень обидно не смочь прыгнуть сам г прыжок то есть ледж это понятно это сложно но г прыжок по идее вообще не сложно просто как бы ну руки крюки спешка ну блин тут был который коги на вы не заметил а он на себе напоминают да опять ну что я так низко то ну это была определенно хорошая попытка я хоть бодрился немножко я прям не ожидал что я стану на ледж для меня каждый раз это неожиданностью становится потому что блин здесь очень позлая как бы психология так сказать сейва когда ты идешь к этому дроп гейту тебе кажется что ты не успеваешь да на него прыгнуть и в него прыгнуть и когда ты в него прыгаешь тебе кажется что ну ты как бы прыгнул но ты уже не успел потому что там уже вода впритык и как бы на самом деле ну она конечно впритык но как бы ты успеваешь и вот это чувство она уже въедается в голову и ты как бы не веришь в эту попытку но на самом деле надо тащить дальше и я да прям каждый раз это практически то есть доходя до дроп гейта я перестаю верить попытку как бы это странно не звучало то есть это именно это не логически это именно психологически ну блин началось конечно доги ну ты расплавился но не так уж и норм все равно очень нестабильный самое нестабильное говно здесь ну да а вот так вот это вот проходил прыжок который прошел или по другому вот смотри блин не получилось вот так или ты типа там прыгал в ямку но вот так как я делаю это два кадра обязательные то есть вот этого два кадра не да я просто к тому что если ты его бы так делал то это означало бы что ты два кадра можешь сделать спокойно что каким прошедшим тревер третский лавер ну технически если 364 дня в году можно поздравлять прошедшим ДР правильно но я не отмечаю поэтому и поздравлять не нужно ну типа спасибо да нет это не филсбэр просто да нет это не филсбэр я считаю странным обычаем ну в детстве как бы понятно а потом непонятно понятно и Но у меня от рука немножко философия. Типа я считаю, что не нужен формальный повод для того, чтобы повеселиться или подарить человеку что-то, да, или что-что. То есть не нужно для этого ждать дня рождения. Если хочешь человеку что-то подарить или какой-то праздник устроить, просто устрой, когда ты это можешь, когда ему удобно. Зачем ждать именно дня рождения? Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, не, ну я как бы ничего против не имею. Я понимаю традиции и как и все такое. Но просто как бы я лично не устраиваю из этого какую-то дату прям. С температуры, ну че такое. Ну, зима это такое время, когда... Блажно арбернеть его. Ну, летом мы как бы человек в естественной среде обитания. А зима это то, где человек по идее не может выжить в естественных условиях. Ну, для микробов как бы да, но если иммунитет хороший, то не все страшно. А зимой вода в лед превращается. И это не очень жестиспособно, да? Что, 100% от К3 нет. Софиг процент. Ну, блин, зимой ослаблен иммунитет до сюда. Люди в основном болеют зимой. Летом только если ты в поддождь попал там. А, ну, изи мод. Ну, это обычная камелия 3. Если что. Ну, блин, ну, тупое говно, тупого говна. Расти, вот удали вот это вот. Что-нибудь одно здесь. Коцель был бы лучше, если бы удалили бы один фыжок. Ну, у меня нету графика болезни. Я не отвечаю с высоким здоровьем, но... Вроде бы такого нету, чтобы я прям регулярно болел. Этой зимой я ничем не болел. Ну, вот это хорошая попытка. Концовку второго сейва? Нет, довольно быстро я пришел. Да посмотри, у меня на первом экране 95 смертей. Ну, да, быстро получилось. Зато видишь, восьмой сейв меня убил. Ну, я вот в прошлом году я ковидом болел. Ну, вообще, вот от начала ковида я ковидом болел вроде как минимум два раза. Я ни разу достоверно не проверялся, то есть я не сдавал тесты ни разу. Ну, я как бы в принципе уверен, что я как минимум два раза переболел ковидом. Но, это вот как бы, это когда прям пандемия была. А сейчас, вроде как пандемия закончилась, то ничем не болел. Последний это пранкит был летом. Но я не знаю из-за чего, может быть тоже из-за ковида. Ну, по всякому, да, люди неоднородные. Кому тут все нипочем бывает. Но, чаще бывает, что человек думает, что ему все нипочем. А на самом деле не плена. Ну, хорошая попытка была, но я прям мог стать очень хорошо. Не, ну, если такие попытки будут выстреливать, то нормально, значит, пройдется. Лишь бы такие попытки были. Ну, возраст как бы, там типа есть три градации, как я понимаю, возраст. То есть, есть совсем юный возраст, когда еще слишком сильный иммунитет. И как бы особо не подхватывает или легко переносит. И потом он заканчивается где-то, грубо говоря, в 20 лет. Да, наступает более, так, средний. И этот средний длится очень долго там, до старости. И типа старости уже сильно ослабевает. То есть, типа середина очень долгая, которая примерно нормальная. Ну, я, сколько раз я болел без симптомов, я уж точно не могу знать. Но как бы, как минимум два раза было прям с такими конкретными симптомами. Но единственное, что у меня ни разу не пропадал нюх. Или вкус там не менялся. Вот этого никогда не было. Вонесло. Поэтому, как бы, не знаю, может быть и декабит был. Но по всем остальным признакам очень похоже было. Долгая стоячая температура, там 37 с чем-то. Нетипично, раньше такого не было никогда. Блин, прикольно, да, что мы уже пережили пандемию. Где-то года два это было прям активной темой. Всю жизнь поменяла, а теперь все уже. Нет пандемии. Хотя, вон в Азии она все еще есть. В Китае там он... Вроде как все еще карантина дофига. Но у нас, в принципе, побеждена. В смысле Redar постоянно стримит, причем на оба канала. Я не знаю, как ты можешь не видеть. Чуть ног не решился. Что за кринж? Не в Японии. Если ты имеешь в виду аниме, то как раз это к Китаю. Потому что они на аутсордс отправляют в Китай. Там делать анимацию. Ну в Японии вроде тоже еще есть ковид, но он не так жесткий. Они уже границы открыли, насколько я понимаю. В разуме есть, когда он убил. Эта волна, это в японии. А-а-а-а. На этом логике, что я так понимаю. Снять логику. Снегу. Утри. А-а-а. Утри. Утри. Не живот. Утри. 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 Ну, я имею ввиду ты преувеличиваешь или тебе даже против сказали, что такой танк и ток не лишился Это как? Вообще странно, что такая же реакция, это на спутник ВИЧ Хотя, ну у меня рука болела тоже, подожди, а почему нога, тебе в ногу делали или не может быть? Ну, на редайера он стримит в основном вечером На нотре дайера днем бывает, в выходные там Ну, странная тема, ладно Может кто-нибудь не подписан? Он сейчас активно пытается соблазить катастрофу На основном канале регулярно, так что странно, как ты не находишь Есть, наконец-то, все Thank you Интересно, а в этот шип можно умереть? Что-то, да, тут есть автосейв? Ой, надо сейчас быстрее бежать, потому что, чтобы, этот, голдсплит был Не буду кристалл брать, мне это не важно Тут путь немножко посложнее, чем в Катриизе, я там некоторые дырки заветлял Приехали На сейфе есть прикол Ну что, последний сплит 5 часов 40 минут осталось Да, спасибо за гига Не понятно, что такое плюс 0 Не может быть, это бред Ну, типа, я, очевидно, там отыграл А, стоп Ну да, минуту где-то отыграл Блин, ну все, до финального босса дошел Ну, жесть, черт, да А как проходишься? А че так бомб много, подождите Да, я весь книзл в К-3 перепросал Уже, нет 15 часов, ну ты че-то совсем в меня не веришь Ну я на тебя 5 часов стою Ну ладно, в босса мне хотя бы не так противно играть Да, прошел Только что, только практически Я не знаю, как проходить первую фазу Блин, я не хочу учить, жесть, такой кренч Блин, я не хочу учить, жесть, такой кренч Так я уже же проходил один раз Так я прошел ее, ты че Это второе прохождение Так я прошел, как по-руссалом Ауаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааарта музыка? я немножко скип сделал в музыке чтобы до паса момента в музыке дошла нет, только на первый ну и всегда расстраивало, потому что до самого классного момента на первый пасе не доходит а трек-то крутой, но он не успевает раскрыться в игре ты считаешь странно? ну ладно, вкус община видимо, я даже не знаю как на это отреагировать мне очень нравятся да, всем секретным я забываю слышу, второй секрет, это же полный кринж подрекалываешься, его надо избегать, а не брать ладно, один раз там можно еще как-то взять там, пересилить себя если там гравитимена хочет войти, но второй раз проходите, это никогда в жизни ну и Играет музыка Почему меня синие убили? У меня опять синие убили Играет музыка Играет музыка Ну ладно, игру я, значит, обью уже, раз я до после дошел Ну, я не думаю, что я на камере настолько странно, что Мне прям не доходится играть Эти пули не видно Ну, еще не последний рывок Еще только первый фазер В смысле, одинаковые Играет музыка Играет музыка Вот я и не увидел эту пули А я забыл, автостритера же на финале стрит нету? Надо вручную стритать, когда убивают боссу Нет, это что, нет автостритера или нет, не надо вручную? Насчет нойзи собираются и вопрос, я не знаю, что вы ответите Ужасно? Ужасно Получается Все твои ВРы, они Очень неточные Ну, как очень? Не хватит Не хватит до кадра Ужасно Ленинград Ужасно Играет музыка Но мне что-то не хочется этим заниматься Блин, ферафаза, конечно, не очень-то Такой фарм Величайший И как бы то, что там она потом, через несколько часов на автомате проходится каждый раз Это как бы не оправдывает ее нестина Это просто, как бы, ну, это есть, но это не значит, что это все нормально Я вообще ничего не принял за все прохождение Спасибо за просмотр! Две пули перепрыгнуть, потом можно в сторону отойти Ну, это, конечно, слишком плотная атака с лунами Неприятно Спасибо за просмотр! 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 Господя, это такое тупое говно! Почему? Зачем это существует? Это будет наступление вторая фаза? Я эту точку никуда не запомню Оставить курсор я не хочу Нет, там не получится Там нельзя так пройти Они слишком плотные Там одновременно в двух халиках находишься Нет Нет Не знаю Не знаю Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Не, я обязательно продолжу Субтитры сделал DimaTorzok Не, я обязательно продолжу Не, я быстро продолжу Субтитры сделал DimaTorzok Соферед я думаю, что я дошел до финального босса без крена и я пойду тренинг финального босса? Было бы очень странно, но я даже видео не смотрел, ну как, ну я смотрел спидранер и драйер, правда он не доходит до финального босса. Но в последнее время не доживало. По-моему шанс огромный пройти сперри попытки. Конечно, наоборот, есть шанс умереть, но там все реагируемое, с учетом что я уже знаю страты. Но даже если не пойду, ну и что? Нет, я рассчитываю пройти сперри. Ну как, блин, ну это странно. Не то что я рассчитываю, я просто считаю, что я могу пройти сперва раза. Это не то, что так точно будет? Я же не робот. Я зелюсь, не так точно будет. какие там страты ну какие страты там скрипки такие же как в моде финалку понятно что остальное там нету страх ну да шарики красно-синий я не знаю ну можно попытаться на них просто хранировать ты преувеличиваешь смотри ну я даже не он деспит висит мы ты мне понадобилось 11 на финальных фаз до 3 фаз на первом прохождении чтоб пройти я не тренирую а это было пять лет назад и я не стал сразу на финал ну и финал со второй попытки прошел как раз таки вторая попытка уже была с остротой ну просто по видео я бы сказал или 11 попыток понадобилось ты думаешь спустя пять лет может мне хватить одной попытки предметом фото порой посадения нет а по моему как раз там нормально выучил ну к тебе не пойди вроде же даже стал там где-то ну жесть не она может и кидает финал не ну разумеется я же еще раз говорю я не знаю что я пройду спиры попытки третью фазу просто как бы нет необходимости как перри специально учить ну ну пройдут на второй третий попытки ну что но это странная формулировка может легко убить ну как это ну да а может легко не убить если ты сам жесткий я надеюсь я для этой игры уже достаточно жесткий видишь за 50 часов пытаюсь забодать так что уже вроде должны быстрее напройти любой фазы призвы призван Я прошел атаку Только не Даркнесс Ну я почти нажал Ну блин, ладно, две атаки прошел Все идет Ну, надо освоить Хотя, казалось бы, эта фаза вторая не отличается от изимода Практически Что вообще в ней отличается Insanity только посложнее Да и то, в принципе, то читать ее точно так же по кузимоде По-моему, она такая же по кузимоде То, что, ну, все плотнее, но это не важно Я имею в виду страты вообще такие же ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точно, ну, Рейнбуд, да Ну, это опять же, это дело не в страте Страта там такая же, но просто читай лучше, лол Сегодня дожмешь? Нет, это вряд ли Наверное, Даркнесс сам Вот, Даркнесс самая такая отличающаяся Да нет, земля, как видишь, вон Прошлось Вообще не почувствовал А вот Даркнесс, да Она более стратная тут Вот это вот прям, вот это самое большое, наверное, тысяча Да Вот это вот, прям, вот это самое большое, наверное, тысяча Короче, баражных атак я не боюсь И, разумеется, это не значит, что я на них не буду никогда умирать Просто я их не боюсь Вот, а там, которые более такие специфичные по чтению Типа Инсаймити или Даркнесса Ну, с ней посложнее О, не видишь О, не видишь Правильно? Фиг знает Фух Вот это может закидать конечно Порой Это какая то хавяло Ой, вот мне жопа сейчас полна Нет? Ой Ну, замерз Ну я Даркнесс прошел, причем справа Это хардмод был Но мне больше повезло, я пока не шарю Даркнесс легче всего проходить слева направо А то в Краме реально есть разница Я помню просто, что с первого прохождения была такая острота Именно в оригинальной К3, где можно настраивать Ну там вроде почти всегда... Если правильно отыгрывать вторую фразу, То вроде ты вообще всегда можешь это делать Если у спидранеров посмотреть Естественно я буду путаться И у меня не будет так хорошо работать Но вроде бы у спидранеров Там все четко, все славится Ну типа единственная атака Которая тебя реально отгоняет в сторону Это Прозан, правильно? Продолжение следует Прям четко, видите, под конец музыки Заканчивается фаза Идеально рассчитано Ой Во, во, во Направо идти, это просто супа халявная атака Так, Рейнбл справа Поехали Ок Ой, я выжил Ветер, Миракл Что там? Инсионити, Земля Так Так Инсионити, Миракл Огонь И вода Только я атаку прошел Мне осталось Огонь Инсионити, Миракл Неплохо вообще-то Я в принципе могу пройти босса В любой момент В смысле Что? А что там было? Про какое? Я что-то может Это не помню Ну, я поражался Уверен Сейчас Ну, прям Просто я себя уверен А, а ты знаешь, что Земля работает? Может, ты не в курсе Но там половина камней Наводка, если что Блин Тупое говно Поэтому Нельзя Постоянно Отходить в сторону Если ты будешь Постоянно Только отходить То тебя обязательно Осколки от наводящихся камней Убьют Типа сто процентов Поэтому ты не можешь Просто идти в сторону Да, там наводка Именно есть Не вся Не полностью Половина Которая 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 Так что да Это не совсем скилл Это просто знание Это просто знание Мне так бесит Так вот И куда мне На красную Или синюю Музыка 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 ну по крайней мере первая фаза в принципе ладно довольно быстро спамнилась может быть мне не понадобится 5 часов на босса ладно не буду заказывать потому что третья фаза есть все есть но мне кажется что может реально принципе быстрее быть блин ну сложно был на спит раны постоянно постоянно и не думать ну я утрирую ладно но имеются такое а Окей Это вот, надо было по низу проходить, не прыгать второй раз Там можно было бы это разрылить, но это сложная Ну и вот эта вот трасса, скорее всего, с ней будут проблемы Вернее, с ней точно будут проблемы Ну, как бы, одна-две атаки проблемные, ну, чё, он рандом габ и уже третья фаза Главное, на более проспект не умирать Не, я прям считаю, что я, ну, в принципе, третья фаза может выстрелить в любой момент Может и не выстрелить, это, конечно, тоже Но, как бы, нет такого, знаете, что вот, ой, мне тут ещё надо, там, два часа на раскачку, там, чтобы попробовать, там, выбить третью фазу Вот я такого не чувствую, как бы, я считаю, что я уже раскачался и, в принципе, готов То есть я просто недостаточно забыл и приобрел больше опыта в общего просто в обоидах, там, и, как бы, поэтому я просто могу дойти Буду Скорее всего, даже сильно Скорее всего, еще раз Скорее всего, еще раз Саб-50, что-то не гарантирован Ну, как бы, разумеется, можно запороть, но я думаю, что всё-таки я легко смогу 150 Блин, ну куда, ну, я просто пульку рандомную задел, всё Блин, ну, сейчас-то я уже даже верю в то, что не стрима без прогресса на Камиле Ну, я не то чтобы боялся, я просто серьезно относился и серьезно отношусь Я хоть и на кофе тут сижу, говорю, что, ой, да, тут всё фигня, там, да, что я такой уверенный, там, да, но на самом деле, конечно, я босса очень серьезно воспринимаю и не недооцениваю Не подумайте Это все-таки один из сложнейших боссов в игре Это, как бы, такое серьезное дерна Не станете пройдено А как? Я слишком быстро шел? Или слишком медленно? Почему? Странно Да, сейчас это явно самый сложный босс По 1.30 там спорно было Сейчас, ну, явно самый сложный босс Ну, как бы, смотрите, для игрока, который, как бы, в целом готов к этой игре, да, плюс-минус, то есть не тот, который полторы тысячи часов будет проходить, да, а то для такого более-менее подготовленного игрока, этот босс будет сам сложным Для игрока, который, вот, совсем, как первой игрой, почему-то решил пройти эту камелию, да, для него, может быть, будет сайбер самым сложным Потому что без опыта, вообще, нулевого опыта в брожах, сайбер может очень много проблем достать, прям, просто жесть И рояль тоже Тогда, может, в таком случае камелия может стать не самым сложным боссом Но, как бы, если ты более-менее, все-таки, уже туда с чем-то пришел, не с пустыми руками, то камелия будет сложнейшим Умть Эмин 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 Это не доходят доходит есть же люди кто прошел за тысячу часов и больше вот есть оттал сама японец вроде бы который полторы тысячи часов проходил игру это известный анти-рекорд это еще было на старой версии давние времена полторы тысячи за травмами сантаевки я не знаю это секретами или нет так или иначе ну кристаллов тогда точно не было если и секретами за только старыми которые были раньше то что такого цвета как мой щит то не убивают блин слева направо дартус бесплатный но если встать специально в подпульку то все-таки можно умереть я не знаю первой ли игрой или нет но вот просто известный факт не через путь к 3 игры проходить к 3 это далеко не достаточно опыт это очень недостаточно это ошибка не ну у всех конечно разная обучаемость там да но в среднем по опыту того что я видел я скажу что это недостаточно для большинства людей да очень много таких было напи начали на первом экране есть те кто осилил первый экран но дроп или на первом боссе есть кто дроп или на втором боссе среди тех кто прошел старого босса наверно почти 100 процентов людей дошли до босс раша но естественно босс раша дроп или еще ну почти все остальные те кто прошел босс раш по моему никогда не дроп или игру практически я не знаю что прошли босс раш но дроп или игру лампинь то все-таки такие люди есть ну ладно может это какие-то исключения уже преданил но в основном все таки когда человек проходит бассаж то уже проходит игру до конца но есть там он гоги тоже такой уникум но как бы он не дропнул но если у него пятый секрет не пройдется то он дропнет ну да но в основном можно считать что те кто проходит бассаж проходит к игре на на бассаж и отфильтровываются многие а перед бассажем только второй босс то есть я опять же я по-моему я не стану людей которые прошли старого босса но не дошли бы страшно наверно таких нет ну опять может единицы какие-то хотя арчи дропнул на башни гая или нога и на самом ну ладно исключение везде могут быть нет он вроде прошел башни в итоге спустя какое-то время он начали дропал на башни потом вроде добил да не я помню арчи таро за поспал на фринге да было чуть пока я почти уверен блин все перопаду не могу пройти это но Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ну только до второй фазы и кольцо пережить Короче нормальная попытка Я вроде переживаю сейчас Все последняя Победная конечно же Нужно брать им опасно сейчас было на ветре Ну нет так нет Значит следующий стрим уже победная